В день на этих футбольных полях проходило по 8 встреч. 17-летние футболисты выкладывались на все 100, отмечают тренеры. Немного до победы не дотянулся ярославский шинник. Сегодня в рамках решающего матча эта команда стала бронзовым призером Кубка РФС. С минимальным преимуществом, со счетом 1-0, ребята обыграли «Зенит» из Ижевска. В любом случае, в целом для юношей, в частности для воспитанников Ярославской школы футбола этот турнир и престижен, и важен, подчеркивают наставники. Дело в том, что уже сейчас, на данный момент, наши ребятки на выпуске. Некоторые ребята привлекаются в дубль или молодежную команду нашей, команду города Шинник Ярославского. И в дальнейшем это будет, конечно, хорошее подспорье для их скачка вперед и вверх. Огромные слова благодарности сказать в адрес ребят, потому что очень здорово они провели этот турнир. Несколько игр было очень тяжелых, которых они вытаскивали за счет, благодаря своих усилий. В самом финале за лавры победителя боролись Москва и Тамбов. Первый гол матча соперникам забила столичная команда «Строгино». В итоге москвичи задали тон всей игре и стали обладателями Кубка Российского футбольного союза. Счет матча. Строгино-Тамбов 3-2. Что касается спортивных итогов, то у нас есть единая спортивная классификация, утвержденная Министерством спорта Российской Федерации. Согласно ей, игроки команд, занявшие на этом турнире с первого по третье место, получают право на присвоение звания кандидата Министера спорта по футболу. Серьезное звание, и оно тоже к чему-то будет их обязывать в дальнейшем. Спасибо Сочи за очередной теплый прием. Ежегодный Кубок Российского футбольного союза среди юношеских команд планируется провести в Сочи и в новом сезоне. Футболистам очень уж комфортно играть на полях курорта. Инга Габейша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.